Итак, уважаемые подписчики, продолжаю выполнять заказ одной организации государственной по популяризации украинского кинематографа. Ну вот, подноготная. Я продолжаю серию своих рассказов о кинематографе украинском. И как вступление начну с того, что... Почему популярен стал кинематограф? Вот. Есть здесь политическая подноготная, управленческая подноготная. Все началось с революции 17-го года, потом электрика, потом Гималайи, Тибет, ННРБ. Короче, все результировало в телевидении, вот в этот ящик в каждом доме. Ну, для кого не секрет, что от папы 40-х годов рождения, 30-х, они просто засыпали под верховную раду. Мой, кстати, тоже, под заседание. Плюща Ивана Степановича, СОО «ГЗТРА». И так, телевидение. Почему же так телевидение стало влиятельным на умы людей? Очень банальный вопрос и очень банальный ответ. Телевидение предлагает кушать, слушать, переваривать в внутреннюю реальность других персонажей. Созвучную из своей или не созвучную из своей. Вот. Когда человек на эмоциях увлечен, сознание увлечено, под сознание можно поместить любую идею. Собственно говоря, что и было сделано. Теперь эта технология переместилась в субсети, в Ютуб. Вот. Ну, я вам скажу, помимо этого негативного эффекта, есть еще и позитивный. Скажем так, более ярче всего негативный эффект от телевидения и от этих новых технологий описал Айзек Изимов. Значит, сдавала я английскую литературу, мировую американскую литературу в Институте международных отношений. И я забыла название этого шедевра Айзека Изимова. Но суть его нерейшн была такова, что людям начали продавать аппарат, одевая который как очки, люди могли погрузиться в ту реальность, в которой они жили счастливо. Они этот блаблоскоп одевали на себя, выбирали на компьютере программу в своем мозгу, открывали этот файл, ячейку, и переживали впечатления, мысли, период, возраст, года. Да, те, которые, они остались счастливыми в создании и подсознании человека. Таким образом, человечество погрузилось в прошлое. То есть, вы понимаете, к чему весь этот рассказ. Ну, я вам скажу так, что кинематограф, по своей сути, это вид искусства. Зачем нам вообще искусство? Искусство – это абстрактная форма жизнедеятельности человека. Это абстрактная форма его внутренних состояний. Что я имею в виду? Вот представьте, передо мной холст. Без подрамника, без подрамником, как угодно. И передо мной масляная палитра разных цветов. Если я злая, я взяла, ударила по палитре. И нагребила на свои пальчики, черно-синий цвет и мазнула. Все. Это по тесту люшера или люшера, я уже не помню. Является отображением моего внутреннего состояния. Собственно говоря, искусство – это неплохо, нехорошо. Это просто есть. Это как мы с вами.